Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Самовольно установленные бетонные блоки, заборы и шлагбаумы. Кустанайские пожарные жалуются на то, что не могут попасть к местам возгорания в многоэтажках. Мешают и машины, которых в городских дворах скапливается огромное множество. Сегодня честники рассказали и показали, в каких условиях им приходится работать. Этот двор по адресу Алтан-Сарина, 122, честники называют проблемным. Оно и понятным. Если в доме произойдет какая-то авария или несчастный случай, то на помощь спецслужб кустанайцам могут не рассчитывать. В этом доме у нас проблема, как видите, очень маленькая территория. То есть отсутствует парковка для личного автотранспорта. В случае даже если прибыть сюда на место спецтехники, значит спецтехника у нас не развернется нормально, не подъедет, то есть подъездного пути нет. Что с этой стороны у нас проходит теплотрасса, где уже напрямую на Т-Улисси к улице машины не проедут. К сожалению, скопление автомобилей в кустанайских дворах, говорят пожарные, это проблема злободневная. Иногда, по словам честников, машины на дворовых территориях утрамбованы так, что не только спецтехника, даже легковушка не проскользнет. Часто автомобилисты оставляют технику на бордюрах, детских площадках и в зеленой зоне. Здесь на помощь приходит полиция. В основном, конечно, пока профилактику проводим с водителями, транспортных средств, но с начала года мы уже привлекли 286 водителей, то есть по статье 597, части 1, 2, 5 МРП, если по части 1, 5 МРП, часть 2, 15 МРП. Еще одной проблемой, говорят пожарные, стали бетонные блоки, заборчики и шлагбаумы, которые жители многоэтажек устанавливают самовольно. Такие сооружения мешают спецмашинам добраться до места происшествия. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к зданиям многоквартирных жилых домов с двух продольных сторон. Жилым домам до трех этажей подъезд пожарной техники должен быть обеспечен на расстоянии не более 50 метров. При этом Гульнара Жулборисова рассказывает о законодательном казусе. Здания в 10 этажей выше, а также доступ к ним пожарные проверяют регулярно. Это объекты повышенной опасности. Здания, в которых меньше 10 этажей, просто так проверить не могут. Только по жалобе жильцов. А вот тут не состыковка. Зачастую блоки ставят одни жильцы, недовольные ими вторые. А отвечать и платить штраф, скорее всего, придется по КСК, который по закону отвечает за дворовую территорию. Диара Хмечина, Рослава Богатырева, РТН Шорт-трек без льда. В Кустанае нескольким десяткам мальчишек и девчонок уже полгода приходится тренироваться без выхода на лед. Тренеры говорят, что приступить к полноценным тренировкам на льду необходимо было еще 1 сентября. Но покрытия в ледовом дворце до сих пор нет. Причем ситуация, по словам шорт-трековцев, повторяется уже второй год подряд. Андрей Дземинок продолжит тему. В раздевалке в несколько квадратных метров в спортивную экипировку облачаются два десятка мальчишек и девчонок. О раздельных помещениях спортсменам только остается мечтать. В аналогичных условиях, кстати, приходится переодеваться и старшим группам. Однако, что действительно вызывает беспокойство, а чаще всего негодование у спортсменов сегодня, так это отсутствие льда. Мы выходили в последний раз до лета, последней зимой. Ребята в основном уехали, и мы потом больше не выходили, у нас сухие начались. Сухие – это тренировки на земле, возле ледового дворца. Мальчишки и девчонки тренируются с апреля этого года. При этом, по словам спортсменов, администрация спортивного сооружения выпустила приказ, запрещающий шорт-трекистам проводить разминку даже в фойе ледового дворца. Родители опасаются за здоровье своих детей. Вот они сейчас все занимаются в баллоневых курточках, каких-то более тёплых, шапочки обязательно, более утеплённые штаны. Естественно, когда они в более лёгких вещах, это же более удобно делать всё. А это, представьте, на улице в курточке занимаются, они потеют. Это всё отражается на их здоровье тоже. О проблеме отсутствия льда сегодня говорят и тренеры. Полноценные тренировки, согласно программе, должны были начаться ещё с 1 сентября. На носу сразу несколько соревнований. У нас уже 25-го, старт в Уральске. Буквально 12-го числа у нас, может, на этой неделе должны быть отборочные с городом Рудным, чтобы дети могли поехать на республиканские соревнования, на личный чемпион Казахстана по двум возрастам. Но как отбираться, если дети до сих пор с апреля месяца не стояли на льду? Кстати, рудничане к тренировкам на льду приступили ещё в начале августа. К заливке льда в Кустанайском ледовом дворце, как выяснилось, тоже приступили. Я думаю, что лёд мы уже подготовим к 15 сентября. А заливка у нас начинается ежегодно, в начале сентября мы начинаем. Всё зависит от того, как поступают заявки, есть ли востребованность льда и всё прочее. А так просто содержать лёд сейчас это просто экономически невыгодно. Тем временем тренеры отмечают, что многие спортсмены начинают уходить из секции. Некоторые из них даже входили в состав национальных сборных разных возрастов. Есть те, кто решил для продолжения своей спортивной карьеры переехать в другие регионы страны. Диарх Мечин, Андрей Деменок, РТН. Кто быстрее всех пробежит дистанцию, дольше всех проскачет на скакалки и больше всех отожмётся. Кустанайцы приняли участие в Республиканском фестивале здоровья. Изначально участниками состязания были школьники и студенты Кустаная. Но к ним присоединились и прохожие. О том, как кустанайцы пропагандируют здоровый образ жизни, расскажут мои коллеги. На один день площадь перед Кустанайским государственным университетом превратилась в огромную танцевальную площадку. Под зажигательную музыку здесь отрываются студенты колледжа и вузов-школьники. Все они участники городского этапа Республиканского фестиваля здоровья. Екатерина Сидникова массовому желанию потанцевать не поддалась. Лишь издалека девушка снимает на видео своих увлёкшихся товарищей. Катя занимается профессиональным спортом и уверена, что такие яркие акции увеличат число людей, которые решат вести здоровый образ жизни. Сама я только что приехала с турнира в городе Алматы, проходил по большому теннису. Ну вот, только вчера прилетела сразу сюда. Здесь проходят конкурсы спортивные, в которых они участвуют, бегают, прыжки на скакал, как производится. Ну и все куда-то, наверное, возможно, кого-то привлекёт. Вы должны забить на всех и просто делать то, что вам нравится. Фестивали здоровья в Республике проводились во всех городах и районах одновременно. Утром 8 сентября. В Кустанай участники мероприятия соревновались в прыжках на скакалке, гиревом спорте. Узнали, кто больше всех отжимается и кто быстрее всех бегает, а также, кто лучший в перетягивании каната. Команды готовы? Капитан команды готовы? Команда готова? Внимание! Болели за своих товарищей кустанайцы весело и задорно. Успехами радовались искренне. Любители спорта подзадорили и профессиональные спортсмены. Например, известная легкоатлетка Татьяна Нерознак в этот день получила удостоверение мастера спорта международного класса. Встречаем! Нерознак Татьяна! Девушка стала обладательницей золотой медали на чемпионате Азии, который прошёл в Тегеране. Кустанайская спортсменка показала лучший результат за беги на 3000 метров. А вот выступление известной кустанайской спортсменки, обладательницы множества титулов Малеки Мухтаровой и вовсе не оставило никого равнодушным. Несмотря на то, что девушка прикована к инвалидной коляске, она ведёт активный образ жизни, профессионально занимается танцами, а в этом году стала студенткой педуниверситета. Сейчас, мне кажется, самая главная цель – это развить молодёжь к любым направлениям. То есть, неважно, пусть это будет спорт, пусть это будет какое-то частное предпринимательство, но главное, чтобы молодёжь развивалась. И сейчас я замечаю, что половина молодёжи, они не ставят перед собой цель. То есть, у них нет какой-то цели, они не двигаются ни к чему. И, мне кажется, вот такие фестивали, они, мне кажется, дают какой-то стимул. Участие в соревнованиях принять могли не только те, кто записался заранее, но и каждый, проходящий мимо. Помимо этого, любой желающий мог посетить медицинский городок, разместившийся неподалёку. Здесь врачи кустанайских поликлиник измеряли глазное артериальное давление, уровень холестерина в крови, рост и вес кустанайцев. Алексей Кудрявцев и Ярослава Богатырёва, РТН. Вот такие были события дня. У меня на этом всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»